Всем привет! Итак, фатальный просчёт, или как дерзкая кража активов Российской Федерации подкосила Великобританию? Друзья, спасибо вам за лайки, подписки и комментарии. Попытка Соединённого Королевства преодолеть экономический кризис благодаря российским активам вышел в Великобритании боком, заявил политолог Евгений Сатановский. Великобритания в последнее время столкнулась с рядом серьёзных проблем в экономике, энергетике, оборонной и миграционной сферах. Присоединившись к антироссийским санкциям США, Лондон сделал своё положение ещё хуже. Однако это не помешало Лондону стать ключевым партнёром Украины по части оказания военной помощи. Поскольку своими силами выправить ситуацию британские власти оказались неспособны, они приняли решение сделать это за счёт Российской Федерации. А если быть точнее, то за счёт российских международных резервов. Огромная часть конфискованных у России активов была именно в Британии. А если к золотовалютным резервам приплюсовать частные активы, то у нас притырили примерно на 1 триллион долларов за эту акцию, заявил политолог. Дерзкая кража, со слов эксперта, первое время поможет Соединённому Королевству продержаться, однако затем проблемы вернутся. Более того, ситуация усугубится. Лондон совершил фатальный просчёт, пойдя на крайние меры с арестом российских резервов. Тем самым он ясно дал понять, что понятия «частная собственность» для британских властей больше нет, а это значит, что имущество других государств может стать следующей целью для Великобритании. В связи с этим арабские, азиатские и африканские элиты уже активно начали разворачивать свои активы из европейской страны для того, чтобы не стать жертвами политического ограбления. Такой ход события Великобританию подкашивает, потому что доверие накапливается столетиями, а обрушить его можно в один день, подвёл итог политолог.